ребят всем добрый день мы снова вернее вы снова на канале gunpoint а мы снова в гостях у наших друзей магазин топ аму магазин который занимается и продажей и обслуживанием оружия и в общем многим многим что вам может быть интересно о чем я сегодня хотел поговорить каждый из нас наверное знаете получал вот такой временный вот такой инфаркт вот с таким рубцом это когда мы едем на авто и где-то задеваем и днище вот это состояние да или не дай бог вы где-то цепляете или где-то не дай боже упала у вас уже то есть все мы это состояние мы его понимаем значит ну этого не очень не хочется допускать но тем не менее такие ситуации бывают всегда поэтому сегодняшнее видео мы поговорим именно об этом а вернее как максимально обезопасить свое оружие не переплачивая за это огромных денег значит есть несколько способов один способ вы сидите дома оружие у вас сейф и вы им не пользуетесь вот второй вариант это вы можете покрасить свое ложе примеру в цирракот но это долгая дорого стоящая процедура но она действенная и тогда у вас будет эта краска запекается и то есть у вас тогда будет меньше повреждений есть еще один способ который я недавно узнал я увидел у людей они чаще всего этой вещью обрабатывают оптические прицелы потому что у многих ложит тактическая им это как бы за ненадобностью у меня выложу видите какое то есть мне желательно этим обработать и я уже это сделал я хочу вам поделиться что это такое это вот такой вот я не знаю как называть скотч пленка вот но она самоклеящаяся вот такая она вот знаете на ощупь когда вот не поймешь резиново-пластиковая какая-то вот ну вот такая вот непонятная то есть вот она вот так вот и продается вот такими кусочками по своей консистенции она где-то напоминает знаете в автомобилях на порогах снизу такой вот рифленая как бы поверхность вот примерно она вот такая вот значит я уже отрезал два нужных мне таких как бы такие полосочки куда мы будем клеить всю я вам сейчас не буду показывать как это обклеивается ну зачем она вам надо понимать что оно такое из плюсов во первых за забегу наперед и скажу при использовании и надо понятно обезжирить наклеить клеится хорошо легко не не отслаивается и по концовке используя обычный фен жены вы просто проходите нагреваете ее и она получается из вот такой вот бумажно-пластиковый становится знаете вот как прорезиненный камень то есть такое вот как бы ну и что и очень сложно поцарапать даже как-то и не царапается скользкая вот сейчас мы попробуем вот эти вот штуки наклеить вот сюда и вы посмотрите как они выглядят и как она будет потом погнали ребят в общем ну начинаем мы саму процедуру вы сейчас посмотрите насколько она легка и удобно изначально мужа обезжирил я ее вот ну вытираю тряпочкой дабы не попало там никакие фракции скажем так мусора и вот мы берем я специально обрезал уже вот с двух сторон вот такие вот плямочки вот значит что мы сейчас делаем вот как а ну как она выглядит такая резиновая какая-то штукенция папа очень липкая вот значит что мы делаем а мы сейчас вот так вот просто аккуратно ее наглаживаем ведь это все очень легко очень спокойно мы это все делаем дабы и теперь берем фен вот так вот немножко ждем пока он нагреется и вот так вот не спеша проходимся вам наверное вряд ли будет видно но она вот прямо так знаете вот очень видно и ощущается как она прямо вот ну сжимается в конце мы получаем вот такую же такое ощущение как будто видите вот как вот тут вот у меня оригинально вот складывается печенье как будто вот такая же самая вот штука и здесь вот давайте сразу же мы перейдем сразу наклеим наверное здесь вот мы ее еще такую же для того чтобы видите я уже заранее просто чуть больше подготовил хочется то же самое та же самая процедура вот такая она такая наверно знаете около полу миллиметра толщиной достаточно такая знаете ну как это сказать плотная вот опа вот тот же самый эффект вот мы и делаем ее проводим вот так вот включаем фен и на этом все ребят что я хотел сказать что а теперь она когда полосу если она еще такой чуть тепленько она становится такой вот как знаете камень по покрытый чем-то резиновым и соответственно намного меньше будет ваша ваши ложи или ваш оптический прицел царапаться в случае каких-то нештатных ситуациях поэтому советую вам покупать такую вещь рекомендую стоит относительно дешево там какие-то там 3 доллара за такую скажем полу блосочку вот она но тем не менее в какой-то ситуации нам очень сильно поможет и не даст вашему оружию поцарапаться а когда она поцарапана назад вот уже вот это вот это вот как автомобиль он может быть самый классный самый крутой но с царапиной какой-то большой который видно это уже вот не то пальто поэтому ребят показал то чтобы попробовал сам еще раз спасибо нашим друзьям и моему куму из магазина тупому вот за то что предоставили мне время и возможность снять это видео ну и смотрите дальше теперь видео будет выходить думаю без запозданий потому что две недельки я как социально ответственный человек меня короновали поэтому я не выходил и из дому и вот первое мое видео которое эти следующее видео уже будут у нас на полигоне мы будем стрелять у нас есть очень интересный новый апгрейд на нашу винтовку который так зайду немножечко вперед как который компенсирует колебания ствола вот такая штука и мы его проверим а так всем пока до свидания удачи